Криптовалюта, блокчейн и умный город. По мнению многих экспертов, именно эти три термина сделают будущее человечества намного ярче. Своими мнениями по этому поводу поделился Иван Петров, руководитель исследовательской организации по блокчейну. Здравствуйте, Иван. Итак, наш первый вопрос. Что такое блокчейн и когда впервые появился данный термин? Здравствуйте. Вообще понятие блокчейн, оно в принципе появилось всего 10 лет назад вместе с технологией, но первое время его так не называли. В принципе, отдельно от затмившего все понятие криптовалюта блокчейн не воспринимался, наверное, до совсем недавних времен. Первые лет 5-7, даже если в принципе говорили о технологии, по которой в свое время первой криптовалюта появилась, биткоин, то все равно подразумевали биткоин. Это были тождественные понятия. Но буквально последние года 3-4 стало понятно, что возможности технологии выходят далеко за электронные деньги, далеко за криптовалюты. И там много интересных приложений. И поэтому начали выделять отдельно понятие криптовалюты, отдельно понятие блокчейн. А вот сам блокчейн, на самом деле, чтобы не углубляться в философию, потому что там можно очень долго на это рассказывать, можно описать, на самом деле, через одно простое понятие. Это двойная трата. Дело в том, что в нашем материальном мире мы привыкли, что любые ценности, деньги в материальном мире, будучи кому-то отданными, они у нас заканчиваются. То есть мы достали деньги, оплатили ими за какой-то товар, денег у нас больше нет. И одной и той же валютой, купюрой, дважды расплатиться нельзя. И это, в общем-то, основа финансового мира в понятии ценности. Ценность – это то, что невозможно скопировать, продублировать, иначе оно теряет ценность. А в цифровом мире все не так. В цифровом мире, если вы файл отправляете, вы отправляете всегда копию. Оригинал у вас остается. И эта фундаментальная проблема цифровых активов приводит к тому, что десятилетие развития интернета за горами, а нормальный интернет-банкинг, он вот только в последнее время появляться начал. И появление технологии блокчейна, оно, собственно, в корне изменило ситуацию. Потому что в блокчейн можно записать информацию таким образом, что ее невозможно скопировать, ее невозможно изменить, на нее невозможно повлиять, так же, как и на настоящие деньги. И поэтому первое же и самое очевидное применение этой технологии оказались цифровые деньги. Но на самом деле, с нашей точки зрения, а мы занимаемся технологией блокчейн уже 7 лет, из 10 возможных, как они появились, наше мнение, что технология блокчейн гораздо более перспективна, чем просто тема электронных денег. На ней можно построить модное нынче понятие цифровую экономику. И как мы это видим, на самом деле цифровую экономику, как ее сейчас понимают, как ее активно все популяризируют, ее невозможно без блокчейна реализовать. Потому что блокчейн будет занимать небольшую, но центральную роль формирования цифровой экономики. Уточняющий вопрос. В двух словах, если объяснить термин «криптовалюта», что означает в двух словах? Какое бы вы значение дали этому слову? Ну, если не углубляться в техническое понимание этого термина, потому что криптотехнология – это как раз то, что позволило создать некопируемую информацию, то в принципе криптовалюта – это виртуальная ценность. Его более технически правильно было бы назвать просто цифровыми деньгами. Мы в своей деятельности позиционируем криптовалюту как первые деньги для роботов. Это цифровые деньги, которыми машины могут пользоваться наравне с человеком. И в этом и главная особенность. А вовсе не в том, что деньги на другой континент можно передать в течение минуты. Сейчас это проблема для финансовых активов, что в неделю транзакцию в Африку будет переправлять. На этом потеряете 30% самих денег. А в блокчейн вы эту транзакцию сделаете в течение минуты и потеряете там сущие копейки процента. Но это не самое интересное. Самое главное, что криптовалюта позволяет настроить взаимодействие между машиной и человеком. Между машинами так, чтобы человек вообще не участвовал в процессе, а только пользу получал. Выгоду от того, как роботы сами там выстраивают свои взаимоотношения. Что собой подразумевает технология умного города? И какова роль блокчейна в развитии данной концепции? Вот тут как раз самая-то интересная часть. Дело в том, что смарт-сити, как понятие, тоже очень сложно, тоже никто толком-то не знает, что это такое. Но его можно трактовать как информационный объект. Мы должны в каждый момент времени понимать, что у нас происходит в городе. Сейчас как делается? Заканчивается 17-й год. И что там было в течение года, мы узнаем только к середине 18-го. Это же полгода уже прошло, а у нас только-только информация появилась. Это невозможно так на самом деле выстраивать управление. И главная проблема смарт-сити – это понять, что происходит в нем сейчас. А город – это же безумно сложный объект. Там огромное количество информации про него. Воздух, потоки, люди, машины. И это все нужно мгновенно отслеживать. И если мы хотим построить смарт-сити по примеру городов Азии, например, или Маздар в Саудовской Аравии, или это будет Гонконг, или какой угодно другой распиаренный пример, мы понимаем, что ни один настоящий город, обычный, такого просто в принципе не может себе позволить. И блокчейн за счет того, что он может создавать неизменяемую информацию, информацию, которой может доверять каждый участник системы, он дает внезапно неожиданно достаточное решение. Мы можем построить систему, в которой власть при принятии управленческого решения может доверять частному прибору, частному сенсору. У владельца этого частного сенсора будет, конечно, соблазн изменить данные, манипулировать ими, чтобы влиять на управленческое решение. Но если информация с этого сенсора записывается через блокчейн, ее невозможно изменить. То есть блокчейн для реального сектора создает в первую очередь добавленную ценность продукции. И это большой, еще совершенно неосвоенный рынок, на котором можно прогнозировать совершенно фантастические росты прибыли тех, кто первыми на этот рынок заедут. Ну и еще один вопрос. Когда говорят про криптовалюту, первым делом люди вспоминают или понимают именно биткоин. Каково преимущество биткоина перед другими криптовалютами? Насколько мне известно, их больше тысячи сейчас. Да, больше тысячи. И поскольку на данный вопрос вообще не существует однозначного ответа, могу говорить только личную позицию. Нам, как компании, занимающиеся разработками в блокчейн, близко известны две. Это, собственно, биткоин и эфириум. И разница, которая видна мне с позиции моих задач и целей в том, что биткоин, он дедушка, он первопроходец, он есть у всех, и поэтому он удобный универсальный инструмент. Ну и еще последний вопрос, наверное, который будет интересен многим трейдерам именно. Можно ли прогнозировать ситуацию на рынке криптовалют, допустим, на неделю, на две недели? Или, допустим, как это делают на других валютных рынках, валютных биржах? Опять же, здесь скажу свою личную позицию, потому что рискую нарваться на возмущение профильных специалистов. Я считаю, что нет. Ровно потому, что сейчас еще очень сильный период волатильности, когда один крупный игрок заходит на рынок, и он своим вбросом создает неконтролируемое волнение цены. Он купил какую-то массу, в этот момент цена выросла на 30%. Народ обрадовался, кто-то начинает сбрасывать, цена падает на 50%. И прогнозировать это невозможно, потому что пока еще случайных факторов больше, чем рационально. Но, повторюсь, я уже сказал, это недолго будет продолжаться. Какой-то период времени это будет еще модно, будут заходить крупные игроки, но потом вся история нивелируется, и начнется уже поиск равновесия. Оно пойдет через утилитарность и здравый смысл. Ну, это опять же мое мнение. Ну, собственно, на этом все. Наверное, на эту тему можно дискуссировать бесконечно. В общем, спасибо за плодотворное интервью. Спасибо, было приятно с вами пообщаться. Удачи вам. И, если что, готовы помочь в каких-то пилотных экспериментах, проектах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!